всем привет всем известно что на канале проектировщик я изучаю ячейку мэйера читаю его патенты на английском на русском языке иногда сталкиваюсь с интересными патентами о которых я хотел бы поделиться со всеми вот и даже я хочу сделать такую рубрику интересные патенты вот с одним из патентов хотел бы вас ознакомить ru 2515310 что мы видим в этом патенте ну патент довольно таки свежий 2014 год 2014 год псковская область что мы видим трехфазный емкостной преобразователь для электропитания активной нагрузки ну сразу понятно что у нас нагрузка активная то есть это какие-то электротены и какие-то здесь емкости преобразователя давайте разбираться что автор имеет ввиду значит он говорит что изобретение относится к области электротехники трехфазный емкостный преобразователь для электропитания активной нагрузки содержит две группы из последовательно соединенных диода и накопительного конденсатора и пошел поехал дальше читать я не буду я вам буду вкратце рассказывать вот такая схемка такая схемка сюда подаются фазы l1 l2 l3 0 0 4 киловольта это 380 вольт дальше мы видим схемка состоит из конденсаторов на 1 2 3 4 вот это конденсаторы электролитические они большой емкости но гораздо больше чем вот это и вот этот электролитический тоже емкость больше чем вот это и также есть блок управления тиристорами вот кстати этим блоком нам с вами придется позаниматься вот этот довольно таки просто решается блочок вот этим придется позаниматься мы видим здесь электро тэн такой дугой сон нарисован тэн то есть это получается подключение к трехфазной сети тэна на 220 вольт то есть однофазного тэна и если таких таких надо три штуки да на 380 то надо будет раскидывать по фазам и таких три штуки собрать таких три схемки ну о чем можно сказать что вот этот вот конденсатор и вот этот заряжается через вот эти диоды и перезаряжаются очень часто насколько часто то есть у них идет разряд заряд разряд заряд то есть эти конденсаторы надо делать качественными то есть они должны быть не электролитическими не греться малые утечки и прочее то есть всем понятно что это мощный хороший конденсатор вот это конденсатор накопительные интегрирующие здесь уже автор применил электролиты и считает что они здесь нормально работают и он указывает что в случае перегорания электротэна только тогда эти конденсаторы могут выйти из строя то есть но вероятность а маленькая да и даже если есть вероятность что тэн сгорел то можно поменять конденсаторы не проблема мы видим здесь два полупроводниковых тиристора тиристора которые пошли и управляются управляющими электродами от блока управления схемка простейшая что она делает эта схемка она нам преобразует реактивную мощность активно и делает это с кпд порядка 400 процентов то есть затрачивается 25 процентов энергии 75 как бы вырабатывается процентов получается если я правильно посчитал то это 400 процентов кпд вот такой вот бестопливный генератор идем дальше так английский язык начинается недостатки но эти все формулы можно будет почитать уже обсудить сейчас я найду самые интересные фразы и так в первом приближении для обеспечения мощности 5 киловатт стандартные активные нагрузки рассчитаны на работу при действующем напряжении 220 вольт емкости 3 и 4 это маленькие о которых я говорил а также 7 8 электролитические должны быть выбраны так 550 микрофарад это маленькие и интегрирующая 7700 микрофарад вот то есть в принципе нормальные емкости можно это дело сделать дальше идем дальше будет интересней так накопительные конденсаторы должны иметь рабочее напряжение не менее 600 вольт ну я же говорю 3 4 конденсатора с ними стоит помочиться импульсный режим у них идет так читаем дальше здесь он рассказывает про управление тиристорами в какой момент их открывать чем микросхемы какие предлагает так мы переходим в самой интересной части на основе заявляемого устройства может быть создан теплоэнергетический комплекс в котором используется три рассмотренных выше устройства то есть как на три фазы уже завязывает эти устройства без перекосов фаз так очень интересно вот интересная фраза при этом прибор учета электроэнергии работающие на учет активной составляющей энергии будет производить учет только 25 процентов от израсходованной энергии и потребленной активной нагрузкой 9 в условиях конвертирования реактивной составляющей энергии в чисто активно вот такая вот штука да вот вообще пишет автор прекрасные слова в противном случае данная схема позволяет оплачивать поставщику только 25 процентов от всей израсходованной и принятой от него электроэнергии вот такая вот 25 процентов это кпт 400 процентов заявляемое устройство целесообразно использовать при построении котельных в экологически чистых зонах курортах больницах дальше он пишет про гибридные автомобили для зарядка батареи ну понятно дело что так выгодно заряжать так и самое интересное где у нас картинки вот это тиристорный блок управления значит вот эта схема узел 11 узел 11 это здесь ничего сложного от перенапряжения то есть здесь подается напряжение и по напряжению стабилитрона это реле он так рисует вы срабатывать реле отключающие то есть чтобы не было перенапряжения здесь фазы подаются фазы подаются и соответственно вот это вот у нас трансформаторы управления тиристорами то есть вот эти блоки нам надо продумать и, соответственно, повторить, чтобы они выдавали нужные нам сигналы и управлять тиристорами в нужные моменты. Такая вот задача. Здесь дальше идет схемка такая вот интересная, диаграммы, с которых понятно, что это три фазы подающие. Вот показан уровень О0, так, показан О1,2, которая используется у него в формулах, суммарное напряжение показывается. Дальше вот здесь вот интересная штука, вот эта вот О1,2,1,2, это как раз управление импульсами тиристоров, 5,6 это тиристоры. И можно заметить, что схема крайне проста. Почему? Вот берем первый импульс, первый импульс вот этот, и смотрим сюда наверх. Вот берем вот эту фазу третью, вот ее график третьей фазы. И при пересечении 0, 0 прошел, 0 прошел этой фазы третьей, появился импульс. Следующий тиристор, пятый, пятый тиристор. Фаза идет вверх, то есть переход нуля, опять-таки, третьей фазой уже идет с минусу на плюс переход идет. Так, дальше смотрим вот этот импульс на шестой тиристор, с плюсу на минус. То есть у нас идет, функция переходит с плюса на минус, и у нас появляется импульс, и идет их череда. То есть если у нас с плюса на минус, это срабатывает нижний тиристор, а с минуса на плюс верхний тиристор, вот такой вот пороговый элемент делается, который, соответственно, отслеживает сверху или снизу идет синусоида одной фазы. И все. И открываем и закрываем тиристоры. Крайне простая схема. Так, ну и, соответственно, здесь уже даны подробные схемки напряжения заряда на конденсаторе C3, вот на C4 напряжение, и вот на нагрузке. Вот такие вот параметры. Вот даже представляет автор нам котельную целую, в котором есть насос мощный. И вот такие вот нагреватели, соответственно, от постанции. То есть здесь узел учета есть, и, соответственно, идет компенсация реактива вот этой установкой. То есть у него очень мощный насос и полностью компенсируется вот этими вот полезными устройствами. Ну, понятно, если у вас нету столь полезного насоса, то у вас меньше реактива. но он все равно у вас есть. Так, ну, жду ваших предложений, мыслей по поводу этого патента. И также наброски схем по управлению тиристорами в этой схеме. Радиолюбители, отзовитесь. Значит, вот этот вот блочок. Соответственно, хотелось бы увидеть его схему управления. И по возможности с управлением не прямым управлением, или как у него вот у автора через трансформаторы тока, просто через трансформаторы, а через оптотиристеры. То есть схему, чтобы было с разгальванической развязкой по оптотиристерам, на оптотиристерах. Вот такая интересная схема. И дальше будем... В следующем видео я вас познакомлю с другим патентом этого же автора. Тоже очень интересно у него. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok